Амаль Агиров Амаль Агиров Здравствуйте, еще раз. Да, проходил турнир в Черкесске у нас. Это был отбор на СКФО. То есть, кто выигрывает, едет на СКФО. Там я выступал на свой возраст 18-19 лет, на свою весовую категорию. И там мне удалось выиграть, забрать первое место. И потом пойти на возрастную и весовую выше по мужикам. И там, получается, соперник, он был постарше, если не ошибаюсь, 26 лет, по-моему. Вот. И с ним был, как бы, в принципе, равный бой. И, в принципе, под конец боя мне удалось попасть с коленом. И он, как бы, не смог продолжить бой. А тебе сейчас сколько лет? Мне вот 19, через пару дней. То есть, разрешается, да, вот возрастные категории даже есть и разные? Ну, вот, получается, если бы я дрался на СВУ, там было 18-19 лет. То есть, до 19 лет. И там я выиграл и решил по мужикам пойти. То есть, там уже не ограничивается. Буквально недавно был еще один турнир. Насколько я знаю, он прошел в Исентуках. И он один бой, один пояс. Правильно? Вот этот пояс оттуда. Что это означает? Ну, это, в принципе, уже можно сказать, что как профессиональные бои. То есть, вот, профессиональные бои так же проходят. У тебя, тебе находят соперника примерно по твоему рейтингу, по твоим боям и так далее. И ты должен, как бы, готовиться на него. Вот. И потом, так, в принципе, и получается, вот у нас было так, что вот заранее ищут соперника. Ты знаешь, что из соперника, как он выглядит, там, возраст, имя и так далее. Вот. И кто из вас выигрывает, тот забирает пояс. Вот. Вот. И у меня соперник, получается, был, если не ошибаюсь, дагестанец, мальчик. Вот. Он, по-моему, местный, там, со Ставропольского края. Вот. И я знал заранее, примерно понимал, что он боксер, потому что по фотке он был одет в форму боксерскую. Вот. И у меня был, в принципе, я хотел попробовать именно побоксировать. Ну, как бы, посмотреть, смогу ли я как-то продержаться, скажем так, в его стихии. Вот. И, как бы, я думаю, мы показали хороший бой. Вот. И потом он хотел перевести. Я оказался сверху, и добиванием я выиграл. Когда и где следующие соревнования? Куда готовишься? У нас вот на этой неделе, на выходных, если дальше еще ничего не отменится, там должно быть эскафон, на который мы отбирались, в Нальчике. Вот. И если его выиграешь, ты уже едешь на Россию. Ну, я почему-то уверена в том, что и на Россию у тебя будет призовое место. Спасибо. Если не первое, то второе. Я желаю тебе искренне этого. И желаю успеха в учебе, так как ты еще студент. И новых побед. Спасибо большое. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Наш информационный эфир в 9.00 продолжит вещание на русском языке. Хорошего продолжения дня, приятных выходных и до встречи в эфире. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Дарите эмоции. 585 «Золотой». Внимание! Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Садово-огородный центр «Симбад» предлагает все для весенней посадки. Семена, удобрения, укрывной материал, средства для весенней обработки сада. Ждем вас по адресу Черкесск, Балахонова, 70. Телефон 21 70 71. Биберленд. Миру сыр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова